для того, чтобы ваши желания исполнялись, и вы не болели, и у вас не было проблем, я не знаю. Сделайте какое-то действие, просто вот любое. Вот вам захотелось писать, вы же не отговариваете себя, что, блин, а вдруг не добегу? А вдруг я криво это сделаю, а мне ещё осудят? Это же как неудобно, критикуют, не так писают. Ну, мы же этого не думаем правильно с вами, мы просто идём, потому что, ну, это потребность организма естественная. И почему вам вообще не стыдно есть? Стыдно, надо вот уже стыдиться еды вот этой вот, которую мы жрём, как крокодилы. Стыдиться, что мы бухаем, как дебилы, стыдиться, что мы курим, потребляем какую-то фигню всякую с вами там наркотическую. Еда — это вообще наркотик, на который нас подсадили. Витамины, которые вы жрёте, это вообще просто убивающий организм. Не может быть химия полезной для организма, не может. Просто реклама, которую нам навязали. Доктора вообще ничего не могут лечить. Они просто убивают рецепторы нашего тела, язык тела, и всё. Вы просто не чувствуете, что вы болеете. На самом деле вы все больны. У кого нет симптомов тела, и кто сейчас в этом мире жрёт вот эту всю фигню, употребляет какие-то гадости и чувствует себя здоровым, вы больны. А вот здоровый человек, он чувствует всё. Он просто сожрёт химическую конфету, у него будет сыпь. Он здоров, потому что его тело тут же показало. Ты просто намусорил в своём теле, и сейчас тело просто выводит эти горы мусора. Аллергия, чихание, насморк или ещё что-то. Вы просто пытаетесь очистить свой организм. Это нормальный функция организма – очистить себя. А врачи называют нормальный функция организма – очистить мусор, вывести его с помощью диареи или вас тошнит. Врачи это называют болезнью, и надо срочно убрать эту тошноту, надо срочно погасить иммунитет, чтобы он ни в коем случае вам не сказал, что вы болеете. Пересмотрите своё внимание, во что вы вообще верите. Врачам, фарме, политике, в еде, всё навязанному, чего вы хотите, во все эти бренды, потреблятство. Когда вы пересмотрите, тогда вы будете всегда ощущать энергию, всегда будете творить то, что вы хотите, испытывать все чувства, которые вы хотите. У вас ещё есть куча выгод не иметь то, что вы хотите, поэтому вы это не имеете. Если вы тоже начнёте находить… А почему мне выгодно, чтобы у меня человек ушёл? Да потому что я сливалась на него, у меня весь фокус внимания был на нём. Муж от меня ушёл, я осталась одна. Дети там погибли, родители ушли. Какого хрена? Да потому что это ваше желание, так как вы не жили своей жизнью, жили, уча другого, забыв про себя, про свои чувства, про свои желания. Делали всё, чтобы понравиться другим, чтобы они вас любили. Да на хрена нам нужно поддержание своего мира с помощью другого человека, если вы главный человек, который может любить и поддерживать свою жизнь. Так как мы себя любить не умеем, мы требуем, чтобы нас любили. Любовь — это процесс творения. Если мы хотим любви от других людей, мы, значит, хотим, чтобы нас творили, то есть чтобы мы существовали в этом мире. Так как мы на себя не обращаем внимания, мы себя не творим, мы убиваем себя, да, а нам уже нужно жить. Поэтому мы требуем, чтобы поддерживали нас другие клетки организма, своим вниманием, своей любовью, да, и давали нам жизнь. Мы друг друга поддерживаем, жизнь друг к дружке своим фокусом внимания. Если мы это внимание изне требуем, значит, внутри к себе внимания у нас нет. И мы хотим эту жизнь в себе поддерживать с помощью других. То есть мы как паразит. Вопрос, зачем уходят люди? Чтобы переключиться на себя, потому что всё внимание уходило туда. Это наше желание. Почему у нас долги? Это наше желание. Мы себе посылаем сигнал в картину мира, в кино, проектор в голове, который проецирует кино вовне. Мы себе посылаем сигнал, чтобы увидеть в кино себя, что мы себе задолжали. То есть если у нас долг вовне, мы себе задолжали. А что мы себе задолжали? Ну, как бы желание, энергия на это есть, а она в минусе. В физическом мире нету минуса. Есть ноль, ну, как отсутствие. Есть плюс, как присутствие. Минуса нет. Ну, минус машина, там минус дом, там минус человек. Нет такого, да, у нас есть либо нету ноль, либо плюс. А вот это физический мир, как, можно сказать, там, как голограмма, как проекция, как киношка, которую мы ощущаем для того, чтобы изучать себя, свой внутренний мир. А во внутреннем мире эта энергия есть, но она не перенесена физически. И она просто как отражается зеркально. Что если здесь минус, значит, у нас куча энергии, как в банке, в ячейке хоронится, а мы её не используем. То есть наш фокус внимания на отговорках, почему мы эту энергию не используем. Поэтому она не может воплотиться. И во внешнем мире долг. Если у вас вкрали там полтора миллиона, значит, вы задолжали себе желание на полтора миллиона. Если у вас ушёл человек, значит, вы задолжали всё внимание. Прикиньте, человек от вас ушёл. Человек. Это представьте, сколько энергии вы тратите на осуществление вашей жизни человека. То есть вы этого человека творите своим вниманием. Он сделан из вашей энергии. Это проекция вас. Это продолжение вас. Вы изнутра творите наружу. Вы своей энергией сотворяете своё тело и тела других людей вокруг вас. Представьте, сколько энергии нужно на поддержание человека. И если он ушёл, то что это может значить? То вот столько энергии вы себе задолжали своим фокусом внимания к себе. То есть вы его поддерживали, а себя нет. И он просто пришёл это показать. Люди, которые нас окружают, они не приходят для того, чтобы вы их там лечили, помогали, что-то им там делали. Они приходят научить вас исцелиться и научиться вас жить. Они просто вам как в зеркале показывают, как нужно делать. Например, пришёл человек в вашу жизнь, вы с ним резонируете, а он вам изменил, а вы влюбились. У вас всё хорошо, была там семья. Он вам изменил и ушёл. Он просто пришёл научить вас жить, не изменять себе. Он просто транслирует вам в зеркале вас, ваши чувства. Вы не его видите, вы не можете познать другого человека. Между вами и зеркало стоит, вы просто всегда на себя смотрите. Для того, чтобы себя увидеть и познать, мы вот этот мир и создаём. Мы щупаем себя через этот внешний мир, чтобы полностью себя разглядеть. И каждый человек приходит научить вас жить. Надо быть благодарным каждому человеку, что он пытается вам показать. Если вам изменили, то вы себе изменяете. Что значит «себе изменяем»? Например, мужчина смотрит на другую женщину. Мужчина – это воплощение вашей мужской энергии делать, а женщина – это воплощение вашей женской энергии желать. То есть получается, ваши действия хотят другие желания. Но всё же просто. А другие желания не ваши. То есть вы берёте и исполняете чужие желания. Не свои. Вы не чувствуете себя, потому что не сосредоточены на себе. Не понимаете, чего вы хотите. Вам навязали чужие желания. Вам неудобно отказать. Вам сделали какую-то просьбу. Вы не хотите это исполнять. Но вам неудобно. И вы идёте и исполняете. Вам сказал чувак «не носи короткую юбку». А вы хотите. Вы исполняете его желания. И не носите, наступая себе на горло. Конечно, он вам изменит. Будете вы носить эту юбку или не будете. Потому что вы себе изменили. Если вы это понимаете, блин, вы прозреете. Реально. Сохрани эфир, да, конечно, сохрани. Так. Если вы хотите что-то купить или откладываете, то, значит, конечно, вы не используете своё желание. Сигареты забирают энергию. Сигареты вообще всю вашу жизнь забирают. Как и любые действия. Вы переложили на сигарету. Прочитайте мою книгу. Курить нельзя бросить. Эта книга просто вот для любого курильщика, чтобы больше никогда. У неё не баловаться. Потому что, когда вы курите сигарету, вы думаете, что я так расслабляюсь. Она заменяет вам радость. То есть вы порадолись так, надо закурить. Вы не знаете, как радоваться. Вы не умеете радоваться. Поэтому вы закурили и радость свою поменяли на сигарету. Ой, у меня проблема. Сейчас покурю, подумаю. Вы думаете, что вы решаете проблему с сигаретой. Но вы их не решаете. Они как были, так и не остались. Мне надо расслабиться. Научитесь расслабляться по-другому. То есть вы своё расслабление поменяли на сигарет. Либо я курю, потому что делать нечего. Так вы научитесь что-то делать. Вы все свои дела, все свои желания забили и заменили их сигаретой. Сигарет – это просто способ уйти от всего. От радости, от желаний, от действий, от расслабления, от фокусировки на чём-то. Когда вы чего-то не хотите делать, вы просто курите. Всё. Она не просто забирает энергию. Вообще, я не знаю, вы отдали всю жизнь этой сигарете. Так же, как и алкоголь. И еда в том числе. Ну, еда вообще в первую очередь. Когда вы не знаете, куда деть свою энергию, вы едите, чтобы слить эту энергию. И всё. То есть у вас пропадает желание, и эта энергия становится нереализованной. Так вы купите долги. Потом они выливаются во всё. То есть у вас реализованных ваших желаний меньше, а энергия копится. В банке вашем. И она отражается. Минус человек, минус деньги, минус здоровье, минус машину, минус дом, минус долг, ипотека. Там всё забрали. Люди умирают вокруг. Войны, война. Блин, это конфликт между внутренней женщиной и мужчиной. То есть вы не делаете, что хотите. Всё. Вы делаете то, что надо. И причём то, что надо, это не вам надо. Если бы это было вам надо было, тогда у вас не было бы чувства надо. У вас было бы чувство хочу, и тогда я делаю. Ощутите. Надо и хочу. Хочу – это когда ваша душа хочет. А надо – ваша душа этого не хочет. Когда вы себя пытаетесь заставить. Значит, это желание не ваше. Есть ещё такое желание. Я, например, хочу лежать на диване. Да не хотите вы. Просто у вас нет интереса и нет сил. Нет воли выбрать. У вас куча отговорок. Вы переели химической еды, и поэтому вы хотите лежать на диване. Но это не ваше желание. Ваше желание, желание души – это вечный рост, это познание, это движение. То есть энергия – это движение, это перемены. Постоянно идти в новое, в перемены, в завтрашний день, в новый день, в новый миг. Всё время делать всё по-новому, экспериментировать – это ваш внутренний ребёнок, который учится жить. Он учится жить каждую секунду. Учится познавать, что-то делать, пробовать на вкус. И говняшку попробует, и листик сорвёт-порвёт. И разбежится, и в розетку что-то сунет. Он всё время что-то ищет познать. Лежать – это не ваше желание души. Когда вы что-то хотите, вы должны это делать через силу. Когда вы что-то хотите, вы должны проявить волю, сделать это, и всё, без отговорок. Но когда вам надо, ставьте эти действия. Так, что? У тебя отличный поток, спасибо. Так. Всё намешало. Как дать собой себе чувство взаимной любви? Какой взаимной любви внешне отражает внутреннее? Если взаимной любви нет, значит, вы себя не любите. Просто себя любите, и всё, и тогда вас мир будет любить, как отражение в зеркале. Каждое утро благодарю Вселенную за то, что проснулась, за то, что могу чувствовать, любить, испытывать любые эмоции. Благодарность – это первый шаг к любви и к себе. Благодарить за всё. Научилась всё принимать. Раньше мне было стыдно и неловко. Теперь принимаю с благодарностью. Умничка. Какое у тебя питание? Вы можете посмотреть мой сторис. Я сегодня как раз выложила питание. Я сейчас полностью на сырой пище. Всё, что можно съесть сырое, не прошедшее через пищепром и фарму, я ем и пью. Ничего в упаковках, что было сделано через температуру, через какие-то манипуляции. Любые крупы, которые просто настоены в воде, они либо проросли, либо просто размятли. Живые каши. Живые каши и фрукты, овощи. Неважно, какие овощи, с химией они там или нет. Я же творец. Нормально всё. Я просто минимизировала всю химию, которая нас травит намеренно для того, чтобы выращивать идеальных рабов, которые не могут думать, а просто исполняют чужие желания. И вот такие вот пироги. Ой, сколько благодарности. Спасибо. Наше сознание первично, внешний мир вторичен. Чую, кого-то цитируете. Так. Я растила долги в лям. Ну вот вы на лямы задолжали себе желания неисполненных, на которые есть все ресурсы и вся энергия. Просто перестаньте себя отговаривать о том, что это не получится, невозможно, это не нужно или стыдно, или ещё что-то. Просто перестаньте себя отговорить. Это настолько просто, что ум, который придумывает сложные схемы какие-то, кажется, что всё это невозможно. На вас может влиять нереализованная энергия? Ну, конечно, вся нереализованная энергия — это боль, это болезни, это долги, это проблемы. Всё, что я не реализую, захотела и не сделала здесь, сейчас. Мне не надо сидеть в прошлом, не надо сидеть и копаться в будущем. Нам просто вот сейчас, в данный момент жить, вот прямо сейчас, вот что я хочу, то и делать. Вот сейчас хочу купить — купила, сейчас хочу поесть — поела, сейчас хочу на что-то посмотреть — пошла, посмотрела, хочу куда-то поехать. Я должна, должна сейчас взять и поехать. Это мои долги к себе. Если я хочу сейчас чувствовать радость, то я задаю себе вопрос, а что меня сейчас может порадовать? Если мы живём в вопросе, в настоящий момент И не пытаемся анализировать и копаться в прошлом Не пытаемся вообще думать о будущем Вот сейчас наслаждаться этой жизнью У нас есть только одно вечное сейчас Что будущее, что прошлого, его нету Оно не существует Прошлое Всегда на каждой частоте На каждом уровне вибраций, который вы постоянно меняете Оно разное И с точки сейчас, как вы себя ощущаете Чтобы объяснить мозгу Почему в этот момент, здесь, сейчас, в вечном Которое всегда Вот именно такие события, такая одежда Такой шкаф, такой свет Ночь, там, не знаю, что угодно происходит Вот сейчас Ум подтягивает картинки, иллюзий Почему это у меня сейчас есть Выстраивая цепочку прошлого Но как только у вас поменяется уровень частоты Вибрации вашей, скорость ваших реализованных желаний Здесь, сейчас, в моменте Да, если вы ничего себе не отговариваете А просто идёте делать И уровень вибраций ваш повышается Скорость осуществления ваших желаний тоже повышается Уровень частоты повышается Так как радио Всё одновременно существует Все миры Все прошлые, будущие состояния Во всех телах вы одновременно существуете Во всех измерениях Во всех вариантах событий И вы просто переключаетесь в этот момент сейчас Из одной частоты в другую Перемещаясь по этим мирам В одном мире что-то есть, в другом чего-то нет И вы в данный момент можете повышать частоту и понижать Вошли в уныние, вы понизили частоту Там меньше радости, меньше кайфа Меньше энергии, меньше движений Благ, здоровья и так далее Повысили частоту, вы в радости У вас совершенно другой уровень И всё, что у вас есть на каждом уровне Ваш ум просто придумывает иллюзию, цепочку Как у вас вот это вот всё получилось Мы никогда не умирали, никогда не рождались Наши мамы появились после нас В нашем сознании, якобы мы рождались Не было этого Это просто суждение о прошлом на этой частоте Всё существует в вечном Сейчас в вашей голове все образы, все картинки Которые подстраиваются под вот это вот состояние В котором в моменте сейчас находится Поэтому что там копаться в этом прошлом смысла нет Что о будущем-то думать Если ваше будущее всегда разное Вы все тупики эволюции проживаете И в наилучшем варианте всегда находитесь Поэтому просто делайте, не отговаривая себя ни от чего Меняйте своё сознание Для этого надо одновременно поработать С внешним миром, с вашей едой И с вашим сознанием Чтобы оно перестало вас отговаривать Ваши шаблоны мышления, которые вас тормозят двигаться Вот что-то захотели, вам что-то мешает Вы не можете это сделать Ну вот реально прям, ну не можете Спросите себя А что мне мешает, да? Почему я не могу? У меня нет денег Так это шаблон Это просто выдуманный шаблон Как только вы подумали, что у вас нет денег У вас здесь и сейчас их нет Но если вы представите, что всё возможно и без денег Вы будете в другом измерении, где деньги есть Это настолько просто И в то же время нашему шаблонному уму Который нас воспитывал вообще по-другому В социуме Родители и так далее Кажется, что вот это невозможно Вы просто допустите мысль В какую правду вам верить Вам действительно нравится верить, что у вас нет денег? Что у вас нет энергии, нет силы, нет здоровья? Вам нравится в это верить? Верьте, так и будет Каждая правда, каждая мысль подтверждается Во что вы верите То вы будете видеть, ощущать Вы можете менять свою правду Вы творец У вас есть воля выбирать Это единственное, что у нас есть У нас есть только воля Есть выбор Больше у нас ничего нет В этом мире ничего не существует Мы можем просто выбирать чистоту На которой уже всё находится Если вы убеждены, что у вас нет денег Реальность всегда подтверждает Ваше желание быть правым Мы так устроены Потому что если бы мы так не были бы устроены Правды бы не подтверждались И желания бы тогда не осуществлялись Мы бы не могли жить Это нормально, это хорошо Поэтому если вы думаете, что у вас чего-то нету Поэтому у вас этого и нет И внешний мир вам это подтверждает И ваш мозг убеждается в этом шаблоне Шаблон становится крепче и крепче И всё время вам подкидывает мысли Чтобы вы убеждались в этом постоянно И этот шаблон мышления Солитон Эта нейронная связь будет жить И никогда не даст себя сломать Она не хочет умереть То есть ваш мозг живой Ваша Каждая клеточка организма И всё в мире Всё живое Всё неживое Я буду менять Шаблоны мышления начнут Не дам тебе Я буду тебе всё время Всё время Подтверждать правду Чтобы ты убеждался И не ломал меня Если мы с тобой решили Что у тебя нет денег Пожалуйста, следуй своей правде Будет подкидывать вам этот мозг Ваш Надо сердцем жить А не мозгом Если вы будете всё время Отдавать ему предпочтения А не чувствам своим То он будет вами управлять Мы настолько своим умом Привыкли жить Что эта власть уже С катушек съехала Наш мозг просто Такое в теле творит Такое в нашей жизни творит А как это увидеть Что наш мозг творит Какую-то херню Пожалуйста, посмотрите На проекцию этого кино Наше государство Это наш мозг То есть Проекция нашего мозга Это наше государство Там целая война Сейчас происходит В этом мире Но это просто кино И оно отражает Наши шаблоны мышления То есть Война у нас в башке Между хочу и надо Между делать и не делать Между отговорками Или можешь всё-таки попробовать Вот И в наших убеждениях Если мы будем себя убеждать В чём-то Первое, на что Вы должны обратить внимание Это Допустить себе мысли Что любые правды подтверждаются Что вы можете веру свою Менять во что угодно Просто мыслями Что Не хочу в это верить Потому что мне это не нравится Я не хочу верить Что у меня нет денег Но меня не устраивает Это положение Не хочу А что вы делаете каждый день Вы жалуетесь там друзьям Подружкам И ноете всё время И себе И зеркало И всем людям Мне нет денег Мне нет денег С каждой фразой Мысли Что у вас нет денег Ваша нейронная связь Становится крепче И посылает Вот эту энергию На осуществление Реальности В которой нет денег Вы всё время Делаете По своим желаниям Своими мыслями Потому что Всё что у вас есть Это ваша воля Выбирать ваши мысли Если вы будете следить За тем Зачем вы думаете Ваша жизнь изменится Но вы не хотите Следить за этим Потому что мы много едим То что не даёт нам Думать и следить за собой Пересмотрите Своё питание Пересмотрите мысли Выписывайте Свои привычки Старые Думать не так И меняйте их На новые Просто зубрите Каждый день У меня не получится Развести Вот просто По квартире Вокруг Фразы У меня не получится Меняем на У меня получится Я не знаю как Сколько раз я попробую И что я буду делать Не знаю Посмотрим Мне интересно Всё И каждый раз Когда у вас возникает мысль Вы читаете новую привычку Вы просто читаете Её 60 дней подряд Там 20 раз в день И ваш мозг Привыкнет к новой информации Что всё получается И перестаньте Отговаривать Ну вы реально Отговариваете себя Ну ничего не мешает Вам не болеть Нету в мире Физическом Которого не существует Чтобы вам мешало Не иметь деньги Нету в физическом мире Чтобы вам мешало Там родить ребёнка Нету в физическом мире Чтобы вам мешало Что-то найти Мужчину Или женщину Любовь Гармонию построить Жить в счастье И радости Ничего вам не мешает Мешает только ваш ум Который вы решили Использовать Ну не по назначению То есть вы ему отдали Бразды правления А он опирается На старый опыт Он ни хрена Ничего не знает Он может просто Эффективно управлять Он должен быть Вашим помощником Помогать вам Строить этот мир Потому что вы не ум А вы себя Целетворяете С умом Или с телом Но вы не тело И не ум Вы гораздо больше Чем вы думаете Вы погрязли В эго Эго это представление о себе Что я вот такая Вот такая И вот такая То есть я человек У меня такая кожа Такие волосы Такие глаза Это всё эго То есть эго Это представление О форме вашего существования Это шаблон Это рамки Это пределы Какого-то куска Ограниченного Если вы перестанете Себя ограничивать Рассуждая Какой вы Вы можете творить свой мир И быть вообще всяким И богатым И бедным И счастливым И не очень И любым И не доказывать себе Постоянно Какой вы Но вы мало того Что себе доказываете Какой вы Так вы ещё и другим Доказываете Зачем Исходите с позиции Там я женщина Я мужчина Или я творец Всё Даже не мужчина И женщина Просто я творец И мои мысли Материальные Я верю в эту правду Потому что она меня делает Счастливым И она мне всегда Это подтверждает Если вы верите Что вы жертва обстоятельств От вас ничего не зависит Но вас правда Это всегда подтвердит В материальном мире Что от вас ничего не зависит Вам и будут манипулировать Ваши же Микки Маусы Созданные живами А вы будете просто подчиняться Потому что вы эту правду Выбрали И решили в неё верить Меня смотрят многие На протяжении многих лет И говорят Что за бред она несёт Какой фигнё Всё это говно Что ты там говоришь Какой творец Вот есть судьба Вот есть родители Вот есть род Доверьте в этой правде Но если выбрать Сейчас Ну как бы живите И радуйтесь Если вы выбрали Такую позицию Значит Это ваша воля Выбирать такую позицию И никто не мешает Вам выбрать Другую позицию То есть вы должны Начать уже думать Не шаблонно Как нас научили Да А подрасти И понять Что вы творцы Всё-таки И взять на себя Ответственность За то Что вы думаете Так Сохрани эфир Да конечно Сохрани Куда же я денусь Как ты думаешь Желание есть мясо Каждый день Почему Микрофлора Требует У вас Такие токсичные мысли Не могу без него Если не поем Надо сначала С головой проводить Просто когда вы Работаете со своим мышлением Когда вы понимаете Что такое обида Когда вы понимаете Что такое злость Когда вы понимаете Что такое вина Когда вы понимаете Агрессию Ну суть Что это такое Что это за чувства Для чего они нужны Человеку Как их использовать На пользу Вами эти чувства Перестают управлять Вы ими будете управлять И на пользу Всему И себе И всему миру И тогда тогда та микрофлора, которая питается блин, этими чувствами, она не будет требовать вот эту еду. Я раньше была мясоедка. Я сейчас не понимаю, как можно есть мясо. Оно просто мне не лезет. Я не могу даже запах переносить. Мне ни вкус, ни запах не нравится вообще. Я просто смотрю и полностью к нему равнодушна. Я не отказывалась от него. Я не считаю, что есть мясо плохо это или хорошо. Если я ем мясо или какое-нибудь говно, значит просто в башке моем сейчас говно. Внешний мир это следствие, просто картинка, показывающая, что в данный момент у вас в башке, какие мысли. Если вы видите мусора вокруг, в вашей голове мусор. Если вы едите токсичную еду, значит у вас куча токсичных мыслей, с которыми надо поработать. Просто это подсказка. Спасибо этому мясу, что оно мне сейчас подсказывает. Спасибо этой токсичной еде, что оно мне сейчас подсказывает. Смотрите на мир внешний нейтрально. Просто как картинки, подсказывающие, что в вашей голове и все. Вы не есть этот физический мир и ваше тело. Это просто кино. У меня голова болит прям вообще. Извините, сейчас, секундочку. Только не спрашивайте, почему у меня болит голова. Я ела много сахара пару дней, потому что у меня было искушение покушать сладкого. Мне принесли подарочек с пироженками, сладостями турецкими. Я просто не смогла отказаться, потому что моя микрофлора требовала сахар. Сахар – это заменитель любви, гармонии нашей. Сахар – это гормон счастья. Заменитель, да? Суррогат. И когда я внимание к себе, любовь к себе заменила, ну, не обратила на это внимание, а мне захотелось этого счастья, захотелось сладкого, я поела, и теперь у меня от него болит голова. Все болезни, блин, синтетического сахара в физическом мире. Но опять же, мы едим его не просто так и требуем его себе тоже не просто так. Не хватает любви, едим сахар. Не хватает любви, едим вообще много и всякую дрянь. Так. А если я сейчас захотела обматерить человека, можно или простить? Можно обматерить, но не его, а выйти на улицу в другую комнату, в туалете, там, про себя, обматерить и сделать, что хотите. Но человек-то тут при чём? При чём тут Микки Маус вообще, который вы создали? Вы просто осознайте, что этот классный Микки Маус, этот супер-мега-крутой человек пришёл мне показать. Он, блин, пришёл в вашу жизнь, чтобы вам показать, как вам жить, как вам любить, как вам нужно действовать. Вы просто шторки на глаза одели, не видите. Вы других обвиняете в том, что они пришли вам показать, что вы в себе не замечаете. В смысле простить? За что его прощать? Вы дали сценарий душе, которая по этому вашему сценарию сыграла роль для вас, чтобы чему-то вас научить, наконец-то. Но вы, опять же, ничего не увидели и решили переложить ответственность за свой мир на других. То есть вы на отражение в зеркало перекладываете всё время ответственность. Каждый миг, каждый кусочек этого мига, каждая секунда, доля секунды творится вашим желанием. То есть всё, что в физическом мире, уже не раз об этом говорил, опять вы мне эти вопросы задаёте. Это продукт вашего желания. Желание. Вы пожелали, у вас есть энергия, ваша мужская энергия сотворила физический мир, вот ваше желание, то есть перетянула. То есть вы какими-то действиями своими, то есть у вас появилась мысль, чувство, из-за этого чувства вы совершили какое-то действие, вы этот физический мир воплотили. Вы творец, никто другой, никого же нет, кроме вас, вы одни вообще, никого больше не существует. Вы перетянули своё желание, физический мир своим собственным действием. Ну, я это всё сделала, я это захотела, я это пожелала, мне нужно было, чтобы человек мне напакостил, потому что это моё желание, мне что-то нужно было получить, какой-то опыт. И я ещё его обвиняю. Ну, прикиньте, ну, абсурд же. Зачем мне обвинять другого человека, которого нет? Я просто в зеркале вижу себя. А зачем себя обвинять? Вопрос. Вы же это пожелали не просто так. Мы мир творим с вами для каких-то задач, для какой-то игры, для каких-то познаний, опыта, расширения, роста, движения. Жизнь, она не почему, это просто движение и перемена. Нам нужно было как-то сдвинуться, и мы вот это пожелали, чтобы было вот так. Каких-то чувств нам не хватает, мы не умеем их правильно использовать, мы всё время что-то отрицаем. Если мы что-то отрицаем, это мы как бы себя отрицаем. Если нам что-то не нравится, например, нам не нравится жадность. Мы ненавидим жадных, любят ружки какие жадные. Но этот жадный человек просто пришёл к нам и показал. Нелли, почему ты не любишь этого жадного человека? Он же тебе показывает, что жадность, посмотри в зеркало внимательно, есть в тебе, но ты отрезаешь её от себя. То есть ты этот кусок, вот как палец, берёшь, отрезаешь, потому что, блин, он плохой. Но вы просто не знаете, как его использовать. Жадность до знаний, до любви, до жизни, до перемен, до нового. То есть жадность — это просто чувство. Но вы это чувство просто неправильно используете. Вы пытаетесь его отрицать. Как только вы что-то отрицаете, события, люди, всё извне придёт вам в киношке показать, что обрати внимание, обрати внимание, ты это отрезаешь от себя. Тебе больно. Я, если палец отрезаю, мне больно. Когда я отрицаю жадность в себе и в людях, отрицаю жадность в себе и в людях, понимаете, я отрезаю этот кусок. Мне больно. Но я это не вижу, потому что я это отрицаю. Я отключаю всё в башке, лишь бы не видеть эту жадность в себе, потому что я считаю это плохим. Я наделила это тёмным, непонятным, неправильным, потому что я это не рассматривала, не принимала. Так как я могу почувствовать эту боль? Боль — это сигнал, что я отрезаю в себе жадность, которая мне нужна. Это же мой ресурс. Он же… Каждое чувство творит весь физический мир. Если отрезаю хоть какое-то чувство, отрицаю его, делаю его плохим, любое чувство, действие, поступок, что угодно, если я говорю, что «ну это неправильно, это плохо, это ужасно», я отрезаю, это больно. Я не чувствую эту боль. Поэтому я создам в кино человека или события, которые, мне покажут эту боль, чтобы я наконец-то эту боль увидела, ощутила. Но я же не хочу, я избегаю боли. И поэтому мне придётся всё время своим желанием творить эту боль вовне, чтобы испытать эту боль и наконец-то заметить. Когда у меня есть боль, я её замечаю. Вот я заметила этого жадного человека, мне больно, он мне не дал то, что я хочу, он жадный, не поделился со мной, козёл. Вот я заметила, мне больно. Так, значит, жадность есть во мне. Как её применять? И как только вы рассмотрите, что жадность – это просто нейтральное чувство и что у неё куча применений на пользу себе и людям, всё, вы её принимаете. Вы понимаете, что это круто. Все жадные люди из вашего мира испарятся, их не будет, вам не нужно будет создавать в кино этих людей, которые будут вам указывать на то, что вам нужно указать. Потому что вы это уже всё приняли, вы целостны. То есть пазл в виде жадности в вас вложен, встроен и гармоничен. Во всём нашем мире, в кино, вот в физическом, каждый миг, каждое событие, каждый человек приходит нам показать то, что мы от себя отрезаем, убираем и неправильно. Поэтому благодарить каждое событие, благодарить каждую собаку, червяка, человека, любого вообще, воров, убийц, всех благодарите. Они просто показывают боль, которую вы не хотите видеть в себе из-за того, что вы отрицаете это все, что это плохо. Ни хрена это не плохо. Вы не умеете это готовить, вы не умеете это использовать, вы неправильно используете. Атомная энергия, да, она может как убить, так и обогреть. Можем сделать атомную бомбу, да, можем построить электростанции. Ну, с электростанцией еще другая петрушка, но неважно. Весь смысл, как мы ее используем. Мы можем ее во вред себе использовать, а можем и не во вред. Если к нам пришли люди сигналить с событиями, какими-то и поступками то, что нам не нравится, это значит, мы неправильно используем это чувство, мы неправильно используем это состояние, которое нам пытаются показать. Мы во вред себе это используем, мы пытаемся отрицать, если мы себя отрицаем, мы все уменьшаем, уменьшаем свою емкость, мы уменьшаем свой мир, мы делаем мир с дырой, негармоничным, мы отрезаем нужные функции. Ни одно чувство, ни одно чувство, ни одно слово, ни одна мысль не может быть бесполезной для нас, не может быть. Мы пришли в это воплощение, создавать эти кадрики, ножки, играть в эту игру, для того, чтобы научиться всё принимать. Вот учиться всё принимать это и есть любовь, учиться жить это и есть принимать всё. Вот всё, что я сейчас рассказала, в книге разложено у меня просто вот по пазлам.